всем привет спасибо 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 за то что пишите комментарии под моими монологами спасибо за то что оказываете материальную поддержку а я продолжаю свою болтовню потому что мне интересно этим заниматься мне интересно делиться с вами даже не информация ощущениями которые вызывают меня та или иная музыка та или иная пластинка самое важное это ощущение эмоции эмоции это то что движет нами то ради чего вообще мы что-то делаем ну смысле творчество творчество должно будить эмоции если не будет то это не творчество это вообще нафиг никому не нужно про группу муди блюз я говорил давеча недавно не помню когда потому что ну потому что не помню наши ролики вы выкладываются у меня достаточно произвольно и мне не хочется делать подряд такую антологию подряд вот две все пластинки до муди блюз это же очуметь можно кто это будет смотреть все пластинки до муди блюз в мире столько всего интересного разного что чё же зарубаться на одном и том же я же не металлист в конце концов чтобы слушать и смотреть только металл только дэп все остальное все мнение интересно мне интересно много чего так же как и вам поэтому перерывчик был небольшой я продолжаю про одну из моих самых любимых групп до муди блюз говорит сэвент сэджен сэджен сэвент сэджен называется пластинка 1973 год и вот они вот они мои любимцы вот они мы любимые музыканты одни из любимых 73 год и и что же тут можно сказать что пластинка это конечно рубежная в определенном смысле слова потому что после этой пластинки или 72 год я уже не помню 72 73 да во всем случае после нее был шестилетний перерыв в выпуске альбомов группы до муди блюз 6 лет ничего они не выпускали практически разошлись занимались сольными проектами сольные пластинки очень хорошие кстати говоря у них у меня есть несколько штук я их обязательно покажу потому что это просто такие открытия неожиданные хотя почему неожиданные музыканты первоклассные высочайшего уровня но музыканты музыкантами а композиторы все таки одно дело когда ты работаешь в группе когда группа сочиняет песню все вместе делают ее аранжируют думают над ней добавляют какие-то вещи а другое дело когда ты один сидишь сочиняешь и аранжируешь и все это придумываешь это не у всех получается на самом деле но тем не менее сольники очень хорошие а вот эта пластинка она наверное будет хороша тем кто с подозрением относится к музыке так называемой психоделической то есть к использованию в музыкальных произведениях разных нетрадиционных для рок-н-ролла инструментов необычных поворотов музыкальных необычных решений каких-то использований разных не знаю искажений звука искажений вокала странных гармоний не характерных да не выходящих из канона то есть вдруг кажется что все должно быть вот так вот прямо здесь раз бог поворот куда-то куда-то какой-то какой-то авангард начинается такой вот все те кто это дело не любят эту пластинку воспримут спокойно и естественно ну кому-то она не понравится кому-то понравится но по крайней мере не вызовет каких-то отрицательных эмоций хотя то что было у муди-блюз раньше с налетом британской психоделее такой британского такого пространного взгляда на музыку на окружающий мир на песни на то что вообще о чем мы поем и как мы поем нет безумно нравится я говорил о трилогии которые я для себя выстроил из трех альбомов до муди-блюз предыдущих вот перед этим альбом которые были записаны и у меня ощущение такое но это конечно мои домыслы это конечно мои домыслы я в прошлом ролике о пластинке question of balance говорил о том что музыканты де муди-блюз не ассоциируется у меня с рок-группой а ассоциируется с ангелами господнями которые спустились с небес и играют небесную вот эту самую заоблачную музыку неземной красоты в буквальном смысле этого слова то мне кажется что вот эти самые небесные ангелы записав 3 3 5 5 альбомов вот такой музыки поняли что дело это безнадежное дело это бесполезное потому что люди живущие на земле все равно будут продолжать слушать пинг-флойд и считать что это самая лучшая музыка на свете и переубеждать их в этом как-то ну просто не хватит никаких сил и они заиграли музыку такую какую положено играть рок-группе британской то есть без всяких вот этих штучек без авангардизма без реверберации без вот этого ничего здесь нет здесь есть настоящая рок-группа де муди блюз после чего они разошлись на шесть лет потому что ну безнадежно переубеждать вот это все все вот это все делать хотя пять альбомов были за гранью мастерства и за гранью превосходных оценок они настолько хороши что как бы ох и кстати говоря люди их оценили все все было в порядке с продажами было неплохо и концепты очень хорошие про их проходили но реакция реакция критики критики писали то не о том о чем в общем надо бы было бы писать но это дело уже такое по понятное проходили и вроде здесь все да и рок и все понятно и все как у всех но все равно не как у всех потому что мастерство не пропьешь я уже много раз говорил да что бороду сбрить можно а мастерство куда денешь никуда а у миши ты все равно останется и поэтому конечно это звук де муди блюз это традиционная их высочайшего уровня мелодика это прекрасное пение хотя здесь они почти отказались от своих хоров которые у них всегда звучали во всех альбом всегда бэк-вокалы всегда хор 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 и вокалист когда начинает петь он поет сначала запевает одним голосом потом двухголосия потом трехголосия потом начинается хоровое пение все это так так красиво так 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 интересно и мелодичная и не люблю это слово я уже говорил что мелодична до мелодист хороший мелодист просто очень 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 точная очень чистая очень светлая музыка всегда была и начали играть в рок рок что же получилось получилось на удивление неожиданно по муди блюзов ски изысканно тонко и проникновенно но получилось так ярко что этот альбом как-то меня просто ошарашил свое время там первая песня lost in the lost world потерянный в потерянном мире начинается из барабанщиков и задается пульс и пошел вдруг гитарный такой в среднем темпе ближе к медленному по-муди-блюзовски потому что никаких вот этих вот шуби-дуба они никогда не играли и до сих пор в общем ничего такого я не слышал у них никогда раньше было да раньше было go now с дэни лэйном который 73-й год а он уже он уже примкнул к полу маккартни в группу wings и там уже благополучно сказать сидел на зарплате на первом альбоме да там это все было потом все-таки пошла монументальная божественная музыка так вот lost in the lost world гитарная тяжелая суровая песня и поется там о том о чем о чем о революции там поется о том что революция никогда не победит революция это еще одно оружие в руках злодеев которые уничтожают людей просто и люди чувствуют себя потерянными в абсолютно потерянном мире и мир сам потерял себя и не понимает что происходит продолжаются войны продолжается вся эта мерзость а те кто говорят о революции те просто либо идиоты либо просто подонки вот вот такая песня lost in the lost world называется the moody blues да ангелы господни небесные спустились к нам и поют вот такие штуки но ничего страшно потому что new horizons следующая песня как всегда мелотроны как всегда клавишные как всегда акустическая гитара прекрасный вокал и плотно плотное полотно симфорок то что называется как я вспомнил симфонический рок в чистом виде без симфонического оркестра без дяденек и тетенек во фраках и в платьях это нам не надо это все-таки рок-н-ролл да правда же и вот этот навал такой грандиозный симфонический продолжается for my lady третий номер это уже немножко между 1 и 2 перерывчик небольшой акустическая гитара блок флейта и легкая легкая проникновенная мелодия двух-трех голосья здрасте она все-таки с нами все-таки все красиво и isn't life strange блестящий номер блестящий с удивительным с удивительные имитации реверберации в голосе про то что мелодия красивая говорить бессмысленно потому что the moody blues это определение это штамп уже красивых мелодий не просто красивых а настоящих глубоких настоящий красивые мелодии это в поп-музычки это в попсе красивые мелодии которые лучше над мотивчиками даже они мелодиями мотивчики есть масса специалистов композиторов я со многими знаком хорошие ребята которые сидят и пишут мотивчики в кино таких очень много работает и не в кино и в попсе пишут для девочек для мальчиков эти вот мотивчики хорошие мотивчики профессионально написанные профессиональными людьми но это не мелодии мелодии вот здесь в том числе в том числе и вот isn't life strange это просто просто настоящая с большой буквы м музыка как я уже говорил очень интересно там сделано это имитация реверберации you and me на второй стороне громкая роковая лирическая пьеса вот все что можно сказать the land of make believe тоже when you are a free man when you are a free man достаточно достаточно печальное в общем произведение печальное но цепляет за душу но самое главное на мой взгляд вообще на мой взгляд здесь три три вещи которые стоят просто трех пластинок отдельных они все на одной пластинке и между ними еще очень хорошие как new horizons for my lady you and me when you are a free man это то что между ними я назвал замечательные песни а самые такие убойные для меня это lost and lost world isn't life strange и последние i'm just a singer in a rock and roll band здесь они дали такого вдруг гитарного рока в своем в своем любимом среднем ближе к медленному темпе но тем не менее это я просто певец в рок-н-роллиной группе и эта музыка она полностью соответствует тому что поют здесь музыканты the moody блюз жесткая кажется что начинается на двух аккордах обычный такой около блюзовый переход но тоника субдоминанта да да минута тоника вот это все да мы все все мы знаем да но нет там развитие идет в другую сторону уже совсем в сторону такую немножко битловскую но очень тяжелую очень тяжелую очень красивое построение гармоническое и мелодическое и гитарное соло прекрасная песня длинная масштабно это такое эпическое полотно и поется о том о чем я думал уже много-много лет назад о том что рок-н-ролл это эсперанто эта штука которая объединяет всех здесь так и поется что языковые баррель барьеры сломаны я еду из одной страны в другую из одного города в другой и говорю со всеми на понятном для всех языке вот что такое рок-музыка это новая эсперанто это вещь объединяющая всех нас об этом сказано в фильме братья блюз между прочим но там про блюз блюз это то же самое то эта вещь где бы вы не были чтобы вы не делали есть вещи которые близки всем нам объединяют нас на и понятны для всех нас это рок-музыка это the moody blues i'm just a singer in a rock and roll band послушайте обязательно хотя бы эту песню она великолепна она просто настоящая настолько ну и конечно все остальное и isn't life strange и last in the last world и вообще лучше целиком весь этот альбом 7 7 саджерн 73 год the moody blues а я продолжу после того как немножко выпьем пока